Известная, а может быть и не очень известная на темном мире, мы сегодня о воде поговорим. С чего начнем? Вообще в науке был такой вопрос. А кто там столько воды на нашей планете? Ведь вы уже знаете, наверное, что третий отверстий поверхности Земли заняты именно водой. Если сравнить нашу планету с другими планетами, вот такой земной группой, которая находится в Солнечной системе, это Меркурий, Венера, Марс, в том числе и Земля, ни на одной из этих планет воды нет. Стоит сказать, что на этих же планетах нет магнитного поля, хотя есть это у нашей планеты, нет атмосферы. Она есть у нас на Земле и нет спутника, который у Земли есть, это спутник Луна. Так вот, на Земле вода находится в трех агрегатных своих состояниях. Постоянно. Жидко, твердо и газообразно. И вот такое состояние воды, оно обеспечено тем, что Земля находится на расстоянии, очень удобном, так сказать. Она находится в третьей группе планеты от Солнца, около 150 миллионов километров. И благодаря вот такому расстоянию вода может находиться в этих трех агрегатных состояниях. Когда стал вопрос о том, была ли эта вода на планете Земля, или ее принесли какие-то кометы, которые часто бывают ледяными, стал изучаться изотопный состав воды. И оказалось, что изотопный состав воды, он особенно, он специфический для Земли, отличается от изотопного состава воды и льда, скорее всего, льда, которые есть на вот кометах, которые крутятся в системе Солнечной, вероятно, падали когда-то на раннюю Землю, могли принести туда воду. Итак, состав изотопный по водороду, который определяли, говорит о том, что вода на планете была. В каком она виде была изначально, когда планета формировалась? Она была связана с силикатами, с породами, каменными породами, которые были тогда на Земле в расплавленном еще виде. И по мере остывания планеты, и по мере остывания и уплотнения коры с образованием, испарялась вода. Она была в виде пара в атмосфере, и когда температура Земли позволила сконденсироваться этой воде, начали литься дожди. Эти дожди лились, и вся вода излилась на Землю, и так образовались первичные океаны. Первичные океаны были неглубокими, потом много было еще изменений, гора менялась, океанистская гора опускалась, и сейчас у нас океаны, где-то глубина, их 3-4 километра, но есть такие трещины впадины, где и 11 километров. И так вода находится на планете у нас вот в таком вот трех видах. Что еще нужно вспомнить? Вы все, наверное, знаете основные физические характеристики этого химического вещества, которое мы называем водой. То есть это жидкость, без запаха, без света, без вкуса, если, конечно, не растворить никакие-то минеральные вещества. Она имеет температуру глубине 100 градусов, плотность, у нас показано 1 грамм на сантиметр, она замерзает при 0-0 градусах Цельсия. Но и тем не менее она обладает уникальными свойствами, их называют аномальными. И вот сейчас мы с вами поговорим об этих аномальных свойствах, и что они нам дают для того, чтобы развивалась жизнь и сама наша планета. Ну, для того, чтобы понять физические и химические свойства любого вещества, а не только воды, нужно знать, что его молекулярное строение. Нужно знать, как построены молекулы этого вещества. Что мы можем сказать? Вы из школьной программы по химии знаете, что вообще молекулы воды — это два атома водорода и кислород. Это маленькая молекула относительно. Она состоит... Здесь показаны вот эти вот угол 104 градуса между водородами. Вот это жесткое соединение, которое с ковалентными связями, наверное, вы знаете, да? Эти ковалентные связи придают вот такую треугольную форму этой малекулы. Почему я об этом заостряла внимание? Потому что это очень важно. Вот представьте, что у вас есть лего, и все, значит, вот эти компоненты вашего лего имеют вот такую жесткую структуру, строение. Почему это важно? И что вы можете построить, в принципе, из таких вот структур, жестких? Совсем немного, наверное, фигур. Точно так же и молекула воды. Кроме того, что она имеет такую жесткую треугольную структуру с градусом 104, она является диполем. Что такое диполь? Это молекула, которая имеет два полюса. И эти полюсы разные. Один заряжен положительно, другой отрицательно. Ну, со стороны кислорода, конечно, это будет отрицательнее, со стороны водорода положительнее. Вот именно вот эти три основные свойства, небольшой размер, угол 104 градуса, и то, что она двухполярная молекула, они, эти именно признаки, они обеспечивают следующие свойства, или аномальные свойства воды. Вот сейчас мы посмотрим, уже сказала, что имеется в состоянии пара, жидкости и твердого тела. Твердое – это лед. Вот рассмотрим сейчас строение поближе. Самое известное нам – это вот эта вот вода. Как они здесь расположены относительно друг друга, эти молекулы? Видите, они сохраняют свою ориентацию. И когда молекул много, то есть в жидком состоянии, они каким-то образом должны друг относительно друга что делать? Ориентироваться. Потому что имеет разные заряды. Здесь положительные, отвисательные и положительные. Они будут ориентироваться каким образом? К плюсовой части, которая есть в ион водорода, будет поворачена именно кислородная часть. И образованы будут между ними что? Те самые водородные связи. Это межмолебулярные связи, которые будут придавать этой структуре определенную форму. Когда увеличивается температура, например, мы будем поднимать температуру, если, например, начать нагревать воду, что с ней будет происходить? Вот та тепловая энергия, которую будут получать жидкие молекулы воды, куда эта тепловая энергия, как вы думаете, будет уходить? Она будет уходить на то, чтобы расшатывать и разрешать вот эти вот водородные связи. В итоге колебания молекул относительно друг друга усиливаются, а это значит, что температура повышается, и они могут тогда отрываться. Оторванные молекулы воды превращаются в газообразные или в пар. Вот они, здесь уже они находятся не в связи, здесь не показаны водородные связи, они находятся в свободном состоянии. По мере остывания, то есть по мере излучения лишней тепловой энергии, молекулы опять будут сближаться, это называется конденсацией, или образование конденсата, и формирование новых вот этих связей. Пар будет переходить в жидкое состояние. Но самое интересное, твердое состояние этого вещества, он называется дом. Вот эти жесткие структуры, которые при понижении температуры, как они ориентируются друг относительно друга. Если здесь в жидком состоянии неплутность связана между собой, то здесь они ориентируясь, сформируют, видите, определенную фигуру. Какая фигура это? Шестиугольник. Это базовая структура льдинки. Если вы знаете, какие снежинки бывают красивые, это форма их не случайно, потому что базовой структурой твердого состояния воды будет вот этот шестиугольник. Кроме того, вы видите, какое большое пространство осталось между молекулами. Здесь они более плотно располагаются в жидком состоянии, а в твердом состоянии устут больше. О чем это будет говорить? О том, что твердое состояние льда более плотное или менее плотное, чем льда. Как вы понимаете? Менее плотное, правильно. И поэтому лед – это единственное вещество, у которого твердое состояние агрегатное, оно легче, чем жидкое состояние. Обычно плотность увеличивается при замерзании, а у воды – наоборот. Поэтому лед у нас всегда находится на поверхности воды, образует определенную шубу, как выше покрывало изо льда и защищает от промерзания все водоемы и, соответственно, все живые организмы, которые находятся в этот момент в воде. Это одно из условий существования жизни, поддержания жизни на семье. Вот, воду изучают и сейчас. Изучена вода настолько, особенно в жидкое состояние, что создается и сейчас доказано уже, что структура, которая образует молекулу воды в жидком состоянии – это жидкий кристалл. То есть совершенно упорядоченная структура. И сейчас дальше мы с тобой посмотрим, что издает именно эта упорядоченная структура, какие особые и интересные свойства воды. Кроме того, что она образует вот эти упорядоченные структуры, или жидкий кристалл, обнаружено также еще то, что в воде находятся определенные… в воде могут находиться так называемые кластеры. Вот это такие группировки молекул воды. Вот они здесь показаны. Голубым цветом выделены. Значит, розовым цветом – это отдельные молекулы. И вот эти вот кластеры. Они, эти кластеры, и играют большую роль в так называемом свойстве воды, которое называется информативностью. То есть вода может сохранять некую информацию. А информацию она сохраняет потому, что тот вещество, или тот энергетический, может, даже объект, который попадает в воду, благодаря вот этой вот жесткой структуре воды, кристаллической жидкой структуры, и кластерами, которые в ней есть, они вот как слепок делают из этой молекулы. Формируется его слепок. И даже когда уже этого вещества в воде не будет, то память о нем сохраняется в виде вот этого вот слепка. Как он мог формироваться? Я уже вам сказала еще раз, потому что вода – это жидкий кристалл. Потому что молекулы воды, они двухпорисные, и могут ориентироваться и формировать вот эти вот структуры в виде вот этих кластеров. То есть даже вода сама по себе, по своему строению, она неоднородна. Вот, сейчас посмотрим еще раз на лед и значение этого льда. Правильные гексагональные фигуры, конечно, образуют вода. Вот этот вот снижение, как классическая, если вы посмотрите, в основу всегда заложен определенный элемент. Вот это и есть шестиугольные элементы. Из этих шестиугольных, этих граней, нарастали, идет от каждой грани, формируются снежинки. Сама форма снежинок будет зависеть от учета дополнительных условий, в которых они формируются. Допустим, если это облака, какие-то грозовые, там играет роль температура, давление, какой-то состав еще газовый. И от этого будет зависеть форма снежинок. Снежинки это будут или гранат будет образовывать. Это от этого зависит. Дальше. Следующее уникальное свойство. Вы все знаете, дальше про лед. Вот да, так. Кстати, вот формы снежинок. Вот они. Настолько разнообразны. Сейчас известно, что, например, льда, известно 19 видов только одного льда. От чего зависят виды льда? Виды льда зависят от того, как при замерзании, какие именно кристаллические структуры будут лежать в основе этого льда. И этот лед будет иметь определенные свойства. Их изучают, потому что от этого зависит... Вот, например, здесь показано, очень хорошая, мне понравилась эта картина, как замерзает вода, она замерзает ровно так, какая структура кристаллическая в ней определена. Так вот и идет рост этих кристаллов. Ну, еще мы все знаем о такой роли талой воды, да? Мы потребляем талую воду, считаем, что она очень полезна. Чем она полезна? Сейчас мы с вами разберемся, почему она такая полезная. В чем дело? Дело в том, что вот вода всегда находится... Она как хороший растворитель, в воде всегда находится много растворенных веществ. Когда идет замерзание, температура понижается, то при формировании вот этой кристаллической решетки льда все другие молекулы выталкиваются, вещества. И лед формируется чистым. То есть чистым молекулам воды, в правильной симметричной такой форме, будут замерзать. И вот здесь показано, как чуть-чуть уже протаянная вода, вот там еще и месяц кусочек льда, но самое главное, вот этот вот момент, когда она еще не полностью оттаяла, вода в жидком состоянии сохраняет вот эту саму симметрию. И когда мы потребляем такую воду, правильно симметричную, она также будет стабилизировать воду в нашем организме, в составе крови и других жидкостей. Вот в этом частично заключается полезное действие организма на воды, талой именно на наш организм. То есть она чистая, она структурированная правильно, а следовательно она будет полезна той же той воде, которая находится у нас в организме в виде наших живостей в тканях. Еще одно свойство, которое мы постоянно всегда знаем, мы говорим, знаете, мы уже просто внимания не обращали. Это теплоемкость воды. Это аномальная теплоемкость воды. У нее есть теплоемкость воды 4200 килоджоулей. Для сравнения я вам скажу, что теплоемкость других веществ, например, металлов, исчисляется в трехзначных цифрах. И вот такая высокая цифра только характерна для воды. Что это значит? Вот вам такой маленький пример. Вы если возьмете кастрюлю вашу металлическую, да, дома, есть кастрюль, и поставите без воды на огонь. Она быстро нагреется? Да. Моментально нагреется. Потому что у металла, с которого построена кастрюля, хорошая теплопроводность. И с той точки, откуда идет подогрев, быстро распространяется тепло на весь объем вашей кастрюли. Тоже самое кастрюлю, если возьмете, напьете воду и поставите. Что случится? Вы будете долго сидеть и ждать, пока вода закипит. Вопрос, а куда уходит вот то тепло от огня? На что идет она, да? Значит, вода, жидкость, поглощает вот это вот тепло, поглощает его, поглощает, поглощает. Куда она идет? На расшатывание вот этих водородных связей между молекулами воды в жидком состоянии. Помните, я вам показывала? А что такое теплоемкость? Это тот объем тепла, то есть 4200 кГц, который нужно дать объекту, чтобы его температура повысилась на 1 градус. Вот это есть понятие теплоемкости. Так что это нам дает? Любим, живым объектам и планете в целом. А то, что вода хорошо впитывает тепло и очень медленно его отдает. Где мы это можем наблюдать? А самое главное, вот это свойство воды, вот здесь показан берег и вода, океан, допустим, море. И показано солнце, которое равномерно, там количество солнечной энергии падает одинаково. Но нагреваются эти теплоповерхности по-разному, которые будут быстрее нагреваться. Суша или вода? Суша. Суша, конечно, нагревается быстрее. Вода, как более теплоемкое вещество, будет медленно собирать тепло. Поэтому, когда мы на пляже находимся, да, утром, нам хорошо полежали, здесь было очень горячо, пошли пропадные водички, скупались, охладились. Солнышко ушло, вечер. Земля, суша, очень быстро отдает тепло. Но за то тепло, которое аккумунировала вода, при холодном береге, вечером, очень ночью, приятно купаться в теплой воде, потому что вода еще не отдала свое тепло. Вот эта вот разница в теплоемкости суши и воды, это, конечно, это не только наш интерес на пляже, а в глобальном смысле, сейчас мы посмотрим, как это влияет на климат планеты. Ведь вот тот благоприятный климат, в котором мы живем, те небольшие перепады температур, которые составляют где-то, ну, даже меньше 100 градусов, они обусловлены именно теплоемкостью воды, которой на планете достаточно. Если те планеты, о которых я говорила, например, взять Меркурию, той стороны, которая Солнце его нагревает, и та сторона теневая, которая не находится под лучами Солнца, разница в температуре 200-300 градусов. Вы представьте, если бы это было на Земле, возможно было бы здесь жить? Конечно же нет. Поэтому, благодаря тому, что на планете есть вода, с такой большой теплоемкостью, мы можем спокойно жить и наше отдыхать. Ну вот теперь возьмем нашу температуру тела. Мы все теплокровные, мы относимся к животным, и наша благоприятная температура, как пределы, 10-6, и, ну, если брать кисленье, температура выше, там, 42 градуса. Ну, небольшой такой разрыв. А почему вы не задавались вопросом, у нас такая температура тела, с чем это связано? Это связано тоже с теплоемкостью воды. Вот есть на графике показан, интересный график, где с повышением температуры теплоемкость уменьшается до определенного периода, а потом резко будет подниматься. И вот как раз вот этот вот самый минимальный период теплоемкости, когда нужно минимальное количество энергии для того, чтобы тело не перегрелось, это и есть как раз та температура тела, которая есть у теплокровных животных, то есть у нас. Это тоже благодаря тому, что мы все состоим на 90-80% из воды. И все свойства воды, о которых я сейчас говорю, они характерны и нам. Вода и здесь сохраняет свои свойства. И вот наша температура тела тоже обусловлена тем, что у воды аномальная и очень интересная теплоемкость. Ну и вот сейчас посмотрим в масштабу планеты, как эта теплоемкость. Итак, вот наш земной шар. Здесь есть экватор. На экваторе нагревается больше, да, температура выше. В северных широтах нагревается суша меньше. Вода, которая находится на экваториальной зоне, она будет нагреваться. И течения, которые есть в океане, здесь они показаны. Теплые течения, они красные показаны. Голубые, синие течения, холодные показаны здесь. И вот эти течения, они будут переносить. То тепло, которое несет вода с экваториальных зон, она переносит их с северной широты. Всем нам известный тот самый Кольский лимф, который омывает вот европейскую часть нашу. Да, так скандинавский полуостров, видите, там Франция будет, Испания. То есть все курортные зоны Европы, где хочется поехать и там отдохнуть. А вы обратили внимание, что они находятся на одной широте с Россией, с той же самой Сибирью. То есть, в принципе, температура должна была бы быть одинаковой, такой же низкой и резкоконтинентальной климат. Но Сибирь, резкоконтинентальный, там находится полюс холода в Сибири. А на этой же широте находится Франция со своими курортами. Чему это? Благодаря чему? Благодаря этому течению, Гольфстриму теплым, который идет от экваториальных зон. Если брать климат на планете, который когда-то был, не всегда на планете были вот эти ледяные полюса. То есть лед на Тортиде и лед на северном полушарии, Тойто-Магиане. В каменно-угольном периоде вся планета была одинаковой температурой. Леда нигде не было. Была сплошная жидкость, вода. Там росли везде папоротники, тогда еще галстильных растений не было. Поэтому в этот период начали процветать и формироваться земноводные, такие животные, как земноводные, которые живут в этих условиях. И благодаря именно этому периоду мы сейчас имеем полезные ископания. В виде чего? В виде каменного угля и нефти. Потому что та растительная масса, которая была на планете, ее есть было некому, честно-честно. Это сейчас не остается растительность. А тогда есть особо было некому. Разложение не шло. И большие вот эти вот все наслоения растительности, они в конце концов превращались в эти полезные ископания, которые мы сегодня пользуемся. Вопрос, может ли когда-то поменяться климат планеты и Антарктида, например, может ли она когда-то растаять? Может, когда, в том случае, когда наши континенты снова так сформируются, чтобы вот циркуляция теплой воды с экваториальной зоны могла омывать планету через полюса. На сегодняшний день Антарктида замерзла, потому что, вот видите, здесь вокруг нее синяя, а значит, проходит в кольцо, так взято, Антарктида, холодным течением. Поэтому теплые течения не достают Антарктида. Если бы этого холодного течения не было, Антарктида была такая же, как вот там сейчас во Франции у нас. Но если Голлстрим поменяет свое направление, а он может поменять, все курорты так же замерзнут, как и у нас в Сибири будет, в Тайгаресте. Это глобально, значит, это что? Теплоемкость воды, и вот так же в нашем организме, кстати, кровь тоже делает ту же самую функцию. Тоже, и мы нагреваемся, наши органы имеют разную температуру. Самый горячий орган – это печень, и кровь, когда проходит через печень, она нагревается. И, соответственно, вот это вот тепло, благодаря вот тем же самым свойствам, тем же самым течениям, это будет наша хранилась кислотную кровь, она и разносит это тепло по всем органам других. Принцип работы почти тот же самый. Следующее свойство, которое тоже есть, оно есть вообще у других веществ, но мы говорим о поверхностных натяжениях воды. Вот те же самые молекулы воды, водородные связи между ними, вот они здесь находятся, показаны. Но в чем особенность? Здесь показана разница фаз, да, жидкая фаза и воздух. Есть граница между ними, да, если есть две среды, есть между ними границы. Есть поверхностные молекулы воды, которые на самой границе находятся. А здесь показаны стрелочками что? Сила притяжения. То есть, если здесь с нижней стороны, со стороны воды молекул больше, притяжение между молекулами сильнее будет, чем со стороны воздуха, где газообразное вещество находится. Поэтому, как бы поверхностные молекулы стягиваются и образуют тем самым пленку. И эта пленка, вот она здесь, мы видим, что она будет формировать. Вот, видите, она формирует сферу всегда. Если со всех сторон будет стягиваться вовнутрь любое вещество, оно сформирует какую форму? Треугольник, квадрат, звезду, только шар. Потому что это самое энергетически выгодное состояние, минимальная поверхность объекта и максимальный его объем. Поэтому капли у нас будут круглыми, планета у нас круглая, все объекты и Солнце тоже круглые, потому что это система так построена. Объект будет всегда приятный принимать самую минимальную и стабильную энергетическую форму свою. То есть, это будет шар. Теперь, где свойства это? Как мы используем это поверхностное натяжение? Вот посмотрим, где мы можем это все видеть. Вот мне очень понравилась вот эта смена. Капля, видите, аккуратно положили гвоздь. И вот эта пленка, о которой я вам говорю, вот она стала визуальной. Вот насколько плотно связаны молекулы воды, что они образуют, вот это вот, даже прогибаются под этой пленочкой. Теперь посмотрим, как животные используют эту вот пленку воды. Это какой-то водоем, вот поверхность. Вот, пожалуйста, водомерки. Даже видно, как под лапками прогибается вот эта пленка. Они скользят буквально по поверхности. И это называется животные пристона. А вот здесь мы видим личинки комаров, которые точно так же используют эту пленку, только они подкрепляются, присоединяясь вниз, внизу. И они живут именно в этой зоне водоема. Они не углубляются внутрь воды. И они живут именно на этой пленке. Это называется экологическая ниша. То есть вот эти животные приспособлены жить на экологической нише пленки воды. Они называются пристона. Такие животные. Ну, теперь посмотрим, как мы все это используем, это поверхностное натяжение. Да, не только в жизни, но и в промышленности. В агротехнологиях их используют. В поливном режиме их используют. Флотацию выполняют. То есть обогащают труды различные полезные вещества. Например, элитант, кроводобление и так далее. То есть очень широко вот это явление используется и в промышленности. Следующее свойство. Уже частично об этом говорили. То, что вода является расплодителем. Самый главный растворитель, основной растворитель. Вот здесь показано, что кусочек соли. Наверное, всем известный рисунок. И как вода растворяет. Что происходит, когда? Что мы видим, что не имею в виду, когда говорим о растворении вещества. Здесь какое свойство воды, главное, используется? То, что это биполярная молекула или типоль. То есть она всегда будет ориентироваться своим полюсам и плюсам или минусам к такому же заряду, противоположному растворенному внутри вещества. То есть любое вещество, которое попадает в воду, оно покрывается такой гидратной оболочкой. Молекулы воды облепляют ее и начинают вот так буквально открывать. Вот оторванный ион водорода, наверное, в натрии. И вокруг него молекулы воды образуют эти гидратные оболочки. Вещества, которые... Это вещества будут растворимые или гидрофимные. А есть вещества, наверное, которые не растворяются в воде. Ну и почему как это у них, где они не могут растворяться? Потому что у них нет вот таких вот ионных частей, ионов, которые вы имели заряд. То есть молекулам воды не нужно, что зацепиться, будем так говорить, чтобы от нее растворить. Кстати, те вещества, которые не могут раствориться, мы их вкус не ощущаем. Ну и потому что слюна не может растворить ее. И для нас они являются безвкусными, эти вещества. И запах тоже. Ну и отсюда вытекает главное свойство еще. Все вещества будут делиться по отношению к воде на какие две группы? На гидрофобные и гидрофильные вещества. Которые могут раствориться в воде, и которые в воде растворяться не могут. Как они... Как они используются? Ну вот будем говорить о жизни. Вся жизнь это, конечно, в основном белковые молекулы. Все белковые молекулы, большинство из них. То есть это так называемая критичная структура белка. Когда белковая нить должна правильным образом, правильным образом свернуться. И помогает ей сворачиваться именно молекулы воды. То есть они будут ориентировать вот этот вот белок таким образом, чтобы нерастворимые части, они оказались внутри этой глобулы, а растворимые части вместе со связанными молекулами воды будут находиться на поверхности. Если каким-то образом неправильно построится белок, то он своей функцией выполнять не будет. А чаще всего это ферменты, имеющие такую его структуру. Итак, следующее свойство. Растворимость. Теперь вот всем известен может эффект лотоса. И те самые самочищающиеся поверхности, о которых говорят технологии новые, на этом эффекте используются и разрабатываются. То есть на каком? На эффекте гидрофобности и гидрофильности веществ. О том поверхность, представьте, в основании с водой какая должна быть, гидрофобной или гидрофильной. Вот тут показаны две поверхности и вода. Как они взаимодействуют? Вот здесь грязь так называемая, показана. Капля воды скатывается и ничего она за собой не собирает. Вот другая поверхность. Вот здесь вот этот вот ряд желтых, да, структур нарисованный. И здесь капля воды скатываясь по этой гидрофобной, по системе лотоса, построенной поверхности, собирает вся абсолютная грязь. Это новейшие технологии, в которых это свойство воды используется. А что за эффект лотоса? Если вы возьмете капустный лист и нальете воду на него, вы поймете, что она прям катается по этому листу, в конце концов, она скатится в виде шарника, конечно. А в чем дело? Если рассмотреть, ну это уже нано-уровень, да, строение листа капустного, тут было сказано про лотос, неважно, имеются вот такие вот структуры. Вот видите здесь, то есть не гладкая поверхность у этого листа капуста или у лотоса. Вот именно вот эти вот структуры природные и обеспечивают нескатываемость, не соприкосновение воды с поверхностью и не смачиваемость вот этого вот листа. Поэтому вода, попадая на такие поверхности, это растительный, она будет скатываться и само собой очищать. Именно этот принцип в этих технологиях и используется. На этом же принципе основано свойства адгезии и когезии, которые что из себя представляют? То есть адгезия, адгезия это взаимодействие воды. Вот, показывает пенечеловечеками. Голубенькая это вот вода, зелененькая это некое другое вещество или поверхность. И когезия это взаимодействие самих молекул воды между собой. Что этот эффект дает? Какие здесь интересные вещи можно наблюдать? Так называемый капиллярный эффект. То есть есть и натяжение, и еще есть капиллярный эффект. Вот тут он показан визуально, чтобы вы видели, что из себя он представляет. Тут вода покрашена, чтобы было видно уровень воды. Значит, мы видим здесь цилиндры, чем они отличаются? Своим диаметром отличаются. И в зависимости от того, как уменьшается диаметр этих цилиндров, вы видите, что вода сама поднимается против силы притяжения выше, наверх. Что обуславливает этот подъем? То есть какая сила это все поднимает? Это будет поднимать именно сила поверхностно-натяжение, которое есть у молекул воды, и так называемый капиллярный эффект. Ну, а где эти капилляры? Абсолютно везде. Вот почва, вот показано, это система капилляров. Растения, даже это 100-метровые гигантские сосны, которые есть, это самые крупные объекты на Земле. Если взять синего кита, он где-то 35 метров длиной, а то 100 метров дерево стоит. Вы когда-нибудь задумывались, как туда поднимается вода? Не чтобы на пятый этаж воду поднять, я насос поставила. Понимаете? А тут без пыли, без шума, без ничего, вода из почвы поднимается до самого верхнего листа. Что поднимается? Вода почему двигается наверх? Потому что система сосудистой растений, это и есть система капилляров. Значит, мы знаем, что в системе капилляров определенного диаметра вода будет почти сама подниматься наверх. Что мы имеем в почве? То же самое. Даже в пустынях, в грунтах, на какой-то глубине всегда находится вода. И почва устроена так, что это тоже система капилляров. Следовательно, к корням растений при определенных условиях будет сами подниматься вода. По системе капилляров, по тому же самому принципу. Ну и наша крайнестая система, это что? Это та же самая система капилляров, по которой точно так же, ну еще с другими, конечно, силами, но вот эти вот эффекты воды, они здесь играют тоже большую роль. А где мы с бытой топите? Вот эти самые наши промокашки, которые мы использовали раньше, когда чернила, тряпочки, которые впитывают воду и так далее. Это что? Это система капилляров. То есть используя тот же самый принцип воды, связанной с его адгезией, коррезией, поверхственным натяжением и капиллярным фильтром. Ну вот они. Да, здесь даже интересно. Вот показана эта система капилляров. И видите, там грабли, да? Такие были. Что это значит? Вот если не нарушать поверхность и слой почвы, то вода, поднимаясь по капиллярам, будет испаряться. Следовательно, почву будет терять воду. А если мы ее разрыхлим, тем самым реклиним, мы разрушаем капилляры и оставляем и сохраняем воду в лапу в почве, для того, чтобы растения ей пользовались. Это вот такой агротехнический прием. То есть если вы рыхлите почву, вы сохраняете там лапу. Это называется сухой полив. Вот как раз система растения с ее сосудистой капиллярами. Я уже говорила, что в жидком состоянии вода – это цепочки. Понимаете? Это как молекулы в хороводе. Они связаны друг с другом. И по этим капиллярам одна из них прошла, она хороводом потянет за собой все абсолютно эти молекулы, потому что они связаны теми самыми водородными связями. Вот тут показано движение вот этих вот молекул по сосудистой системе, которая едино и не прерывается нигде, начиная от кармин, где сасывание идет, до вот самого верха. Аггезия и когезия. Ну, аггезия была – это взаимодействие между молекулами одинаковых, да, вещества. Когезия между этим веществом и какой-то другой поверхностью. Это клеевые. Это тот клей, который мы с вами все знаем, разные виды клея. На чем они, это свойство основано? На свойствах адгезии, когезии веществ, в том числе и воды. Следующее. Ну и последнее. Вот круговорот воды. Вообще планета наша, она подвижная, все в ней постоянно движется. И гора движется, и материки двигаются. И ядро у нас частично планетарное, оно частично твердое, из железа и никеля. Но основная часть земного ядра, она жидкая. Там есть пласты расплавленных камней, называется матной. И на этой поверхности жидкой, расплавленной, двигаются наши континентальные виды. Если вот они когда-то соберутся красиво, то у нас будет каменно-угольный период снова на планете. Но пока еще этого нет. Но тем не менее, круговорот воды в планете существует. Как мы с вами его рассмотрим? Ну давайте так. Значит, вода на планете у нас какая-то? Есть соленая и вода какая? Пресная. А откуда пресная берется вода? Как вы думаете? Испоряется. Испоряется чистая вода. Правильно, мы уже говорили, да? Что когда вода замерзает, она выталкивает из-за исторической решетки все другие маленькие вещества и легионов и остается чистая. И именно сохраняет, формирует свою прекрасную симметричную форму. Так вот у нас поверхность две трети. Это мировой океан. И именно над водной поверхностью формируется и климат всей планеты. Вода там испаряется. Вот, пожалуйста, она показана. И будет формировать облака. Так как суша и земля, уже говорили, нагревается по-разному, это называется конвекция. То есть облака будут идти на сушу. Это ветер, это циклоны формировать и так далее. Вода уже пресная, потому что она испарилась, да? Там нет никаких больше растворенных веществ. Она будет изливаться на сушу дождем, градом, снегом, каким-то образом. Она будет попадать на сушу. Дальше что будет с водой? Часть, она будет возвращаться обратно во все водоемы, которые сейчас будут замерзать. А другая часть, что будет делать? Очень важное свойство воды, то, что лед расширяется. В чем оно? Давайте подумаем. Если вода попадает в жидком виде, в трещины скалы. Скалы имеют трещины? Имеют, камни имеют. Вот туда посочилась вода. Вода начинает замерзать. Что тогда случится скала? Она будет разрушать. Вот эти все, если в город поите, увидите, под скалами прям видно насыпицы, таких обломков, каменных разных масштабов. Это эрозии называется скалами. То есть вот в этой вот эрозии, в разрушении, в возвращении скал обратно, так сказать, в исходное состояние, это вода. Вот она так и разрушает. Потому что когда она замерзает, она увеличивается в объеме. Это, мы уже говорили выше, это уникальное средство воды. Плотность уменьшается, а объем увеличивается. Вот таким образом вода может просачиваться внутрь, в грунт, а там есть большое давление. Под большим давлением температура кипения воды становится выше. Там, где большая глубина, большое давление, вода может закипать при 300 градусах. А теперь подумайте, если на глубине вода от 300 градусов нагрелась, и проходя через эти трещины мантии, она все на своем ходу растворяет буквально. То есть она уже может появляться на поверхности в виде тех минеральных источников, грязевых и тому подобных, где мы сейчас, где используют люди как санаторные курортные лечения. Она обогащена теми растворенными веществами горных паров, потому что она нагревается и растворяет их, и выносит их на поверхность. Вот так вот осуществляется круговорок воды, и вместе с ней круговорок тех веществ, которые она растворяет, они тоже уходят в круг. То есть это могут быть азот, углерод, серы, железы и другие элементы. Вода как плавный растворитель с уникальными своими свойствами обеспечивает вот этот вот круговорок веществ на планете. Ну и большой итог, что вот эти свойства, о которых я сказала, у нее еще много свойств есть, они все запробовала. Используются и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и регулируют климат на планете, и регулируют температуру тела теплокурных животных. И самое главное, она вот такую, в нем еще красоту может предоставить. То есть когда вода может замерзать и заново оттаивать, на поверхности воды могут образоваться такие вот правильные кристаллические структуры. Ну это все наша вода. Спасибо за внимание. Аплодисменты